Мне вспомнили Вспомнились снова лесные края И звезды ночного привала Явитесь ко мне, боевые друзья Придите ко мне, как бывало Свидетели тех нетускнеющих дней Участники грозных событий Вы прямо из юности дальней моей Придите, придите, придите Вы шли, шли навстречу славе Свой долг выполнит сполна С тех пор мы забыть не вправе Ваш путь, ваши имена Явитесь в солдатских своих сапогах Истоптанных в дни наступлений В нагрудных нашивках Как будто в следах Тяжелых и легких ранений За вами сгоревших лесов седина И вспышки орудий во мраке За вами труднейшая в мире война Атаки, атаки, атаки Вы шли, шли навстречу славе Свой долг выполнит сполна С тех пор мы забыть не вправе Ваш путь, ваши имена Умели вы долго лежать на снегу Укрывшись полою шинели Умели огонь открывать по врагу Но трусить и лгать не умели Умели в сражениях спасать города Ночами не спать грозовыми И вы остаетесь для нас Навсегда живыми, живыми, живыми Вы шли, шли навстречу славе Свой долг выполнит сполна С тех пор мы забыть не вправе Ваш путь, ваши имена Субтитры создавал Dima Ааааааааа Девушки отдыхают. 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 Проходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Сын и бабусь. Сынки. Где они, кровенушки? Внучок. Внучок. Слетай в погреб, принеси к рынку молока. Проходи, сынок, садись. Как зовут, Мальсат? Не шутка. Вы из каких будете, мил человек? Вроде солдат. Солдат, дед? Солдат. Ешь, сынок, ешь. Спасибо, бабушка. Совсем старые глаза ты потерял. Моряк он, дед, моряк. А дозволь испытать, ты за чьих же воюешь? За кого ж терноморского моряку-то воевать? За советскую власть, дед, воюем. Кушай, кушай на здоровье. Немцы-то были. В деревню-то заходили, а нас пока бог миловал. Пока. Долейте идёшь. Варят. Дай-ка, кушай. Дай-ка, кушай. Дай-ка поднимать. Будет служи-то. Ходив с семейцей, залазь на чердак. Хорошо. Спасибо, миланды, дар. а это я а я да а а я это это что да а и и это и Отдай! Пусти! Мать, поставь ей! Поставь этих грабителей! Да все рассчитаем! Пусть я все беру! Ой, какая миссия! Партизан! Партизан! Да не знаем мы никаких партизанов! В глаза их не видели! Партизан! Где партизан? Я скажу тебе, где партизаны! Вот где партизаны! Мы все партизаны! Уходите с нашей земли! Уходи душегу покаянной! Уходи! Уходи! Горячей! Ах! Ах! На! Уходи! Позовемся делать партизаны! Все партизаны! СТУК В ДВЕРЬ ПАДОЛЬНЫЙ ПРЫШЛИ ВЫСТРЕЛ 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 Живой! Ну и хорошо! Со мной опять уже пошли одеваться. А пальтишко, где-то прям шапка. На печке. Быстро. Устал? Нет, дяденька. Скоро мы с тобой привал сделаем. Тогда перекусим, хорошо? Хорошо, дяденька. Держись. Иди вперед. Стой! Руки вверх! Ну! Ишь ты! Вроде бы моряк. Ты что, если с мальцом по лесу гуляешь? Заблудился? Море-то отсюда далеко. Может, руки можно опустить? Погоди! Семен, обыщи его. Ну-ка, да. Целый арсенал. Руки! Ну, теперь опускай. Так куда путь-то держишь, морячок? На Кудыкину гору. Ну, значит, нам по пути идем. Держи. Салага. Чего? Того. Ну, пошли, пехота. Ладно, ладно. Иди. Не бойся, сынок. Давай, давай. Пошли, Мишутка. Пошли, Мишутка. А откуда здесь моряки? Взвод морской пехоты находился в охранении артполка. Я замещаю погибшего командира. Три дня просидел без связи. Посылал двух связных, не вернулись. Решил сам Мичман Вакулинчук. Где ваш взвод, Мичман? Здесь, неподалеку, товарищ майор. Держим оборону. Откуда мальчик с вами? В лесу на мародеров наткнулся, товарищ майор. Деда с бабкой у него убили. Но пацана с собой прихватил. Зина! Командир 2-й роты капитану Серегину! Ну, здравствуй. Как тебя зовут? Миша Турченков. Ну, что ж, ладно. Вот, Зина, принимай под свою опеку нового бойца, Михаила Турченкова. Есть, товарищ майор. Помощником будет. Ну, пойдем, Мишутка. Мишутка, ну ты давай иди с тетей Зиной и слушай себя. Договорились? Ну, будь здоров. Я скоро приду. Ну, пошли, пошли. На шоссе были? Так точно, товарищ майор. Там танки немецкие идут. А левей на проселочной? Пехота. На бронетранспортерах. Железную дорогу переходили? Нет. Все переезды охраняются. Обойти с обозом невозможно. Болото. Обстановка ясна? Не разберих, товарищ майор. Так что присоединяйтесь со своим отрядом к нам, товарищ Мичман. Вместе воевать будем. Есть. Карту читать умеете? Маленько научился. Это что? Болото. Болото. И вот это болото. Теперь понимаете, что у нас один выход вот через этот переезд. Вот что. Завтра ночью в три ноль ноль. Вы с одной стороны, мы с другой. Поднажмем? А? Так точно, товарищ майор. Завтра рандеву у переезда. Вот именно. Связными с вами пойдут разведчики Бондаренко и Иванов. Ваши знакомые. Ясно? Ясно, товарищ майор. Рад, Петр Сергеевич. Что хорошо воюете. Очень рад. Разрешите идти? Идите. Так ты, оказывается, знаком с майором-то? Знаком. Землячки? Учителем в нашем селе был. Директором школы. Ну, а чё ж он удивился, что ты добре воюешь? Перед войной дело было. Засадить хотели. Десятка грозила. Ну да. За что же? Наклепали на меня. Дескать, хотел колхозный ток зерном поджечь. Ругал советскую власть. Нашёлся там один. А наш майор, Млынский Иван Петрович, тогда начальником районного НКВД уже стал. К нему дело и попало. Ну, а он? Он по справедливости обошёлся. Ну, ладно. Гони арсенал. На, бери. Дарю. Спасибо. Воюй, салага. У меня понадёжнее будет. Ну, пошли. Пехота. Ну что, связь есть? Нет. Ни с дивизией, ни с корпусом. Что же произошло? Я думаю, Гасан, они не стали тратить ни время, ни силы на бой с нами. А просто обошли и продвинулись дальше. Их танки в 30 километрах впереди нас. Товарищ майор, отряд построен. Численный состав 603 человека. Рядовых 580, средних и младших командиров 23. 15 человек в боевом охранении. Раненых 140, из них тяжело 38. 412 человек из нашей дивизии. Остальные из разных частей. Капитан Серёгин. Спасибо, капитан. Первая рота. Время. Вторая рота. Время. Третья рота. Время. Отряд, равняйсь. Под знамя смирно. Равнение налево. Вставай, стена огромная. Вставай на смерти бой. С фашистской силой доброю. ПЕСНЯ ОТВАЛЬНОЯ ПЕСНЯ ОТВАЛЬНОМ Война народная, вольная война. Это знамя 315 полка 41-й стрелковой дивизии. Я начальник особого отдела дивизии майор Млынский, как старший по званию, принял командование отрядом. Комиссар отряда, политрук Алиев, начальник штаба, капитан Серёгин. Товарищи, мы в окружении. Вокруг нас фашисты, но мы на родной земле. Мы бойцы регулярной Красной Армии. В руках у нас оружие, и для нас нет, и не может быть окружения. Ни жизни спокойной, ни чудесной выручки я вам не обещаю. Только своими руками мы завоюем победу. Не смеют крылья чёрные, над родиной летать. Поля её просторные, не смеют враг топтать. Пусть я во славе... Отряд, равняйсь! Дырно! Война народная! Направо! Возвращение на знамя! Сагу, марш! Загоним пулю вновь! Отродью человечества! Сколотим крепкий гром! Пусть яга многородная И поисков полна Идёт война народная! Священная война! Полковник Кемпер, срочно ко мне! Оверс Кемпер, битый сом шеф! Что это? Сувенир, господин генерал-полковник, от штандартенфюрера Вольфа. Интересно. Лучше бы он обеспечил безопасность тылов. Войдите! Господин полковник, Известно ли вам, что в нашем тылу действует противник? Сегодня был обстрелян мой самолёт и взорван мост. Это мелкие отряды, попавшие в окружение. Меня не интересуют детали. Передайте начальнику тыла и штандартенфюреру Вольфу. Надо серьёзно заняться этим. Запомните, Кемпер, партизанские войны могут вестись бесконечно. Господин генерал-полковник, к вам на приём просится русский священник. Что ему нужно? Хочет открыть в городе цепь. Пусть открывает. В ней армейский склад и без вашего приказа. Пусть обращается к коменданту города. Он очень просит, чтобы вы его приняли. Ну хорошо, пригласите его. Яголь. Слушаю вас, святой отец. Господин генерал, солдаты вашей армии заняли церковь. Что ж, идут военные действия. Я пришёл просить вас от имени моего церковного прихода. Смутное время сеют души сомнения и слабость. Церковь призвана укреплять слабых и сомневающихся. Я прошу покорно разрешить действовать нашей церкви в духе её учения. Открывайте церковь. Я распрошусь. Прямного вам благодарен. Вы поступаете как христианин. Скажите, святой отец. Скажите мне, откровенно. Откровенно. Вы, пошлой человек. Что происходит? Мы пришли освободить вас от тюрани болчевиков, но мы не встречаем от населеня дочной поддержки и сотрудничества. В шум дело. Не бойтесь. Скажите правду. А разве один человек может сказать всю правду? Хорошо. Скажите вашу правду. Война принесла нам горе и разорение. Гибель тысяч людей. Скорбь и слёзы вселились в наши дома. Бог всё видит. Бог всегда насторонние победители. Но милосердие, господин генерал, одна из заповедей всех религий. Смиренье. Вот главная заповедь обещанного народа. Играет музыка. Воскресенье. 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 Смирает музыка. Воскресенье. Сюда. Иди. Здравствуйте. Кто же у вас тут за старшего-то? Матросы или мальчика пехота? Сразу не пойму. По какой вам субординации старший нужен? Да по солдатской. Я две войны сломал. Гражданскую и германскую. Ну раз так, давайте знакомиться. Майор Млынский. Матвей Егорыч, сторож. Ну, мужики-то все на войне. Так я тут за старшего командира. Разрешите доложить, товарищ командир? Лесопилка не работает. Стоит по причине немецкой оккупации. Обстановка спокойная. Немцы были, Матвей Егорыч? Не были. Торог для автомобилей нет. Ну, а после дозечка и трактора вязнут. А вот аэропланы летают. И днем, и ночью. На Москву. Ну, откуда же известно, что на Москву? А как пролетят, так на утро радио сообщает. Налет на Москву. Радио? Так вот, вечер, как перестало говорить. Движок не работает. А так мы каждый день слушали Москву. А сводку? Сводку слушали? А как же. Я с Алёшей внучком флажки на карте втыкал. Можем посмотреть, там все отмечено. Какие города оставили, какие еще стоят. Осторожнее. Осторожнее. Осторожнее, вы снимаете. Совсем начертный. Товарищи командиры, фронт откатился далеко на восток. Теперь до него более ста километров. Связи с действующей армией у нас пока еще нет. Судя по всему, прямого столкновения с противником нам не избежать. А боеприпасов маловато. Продовольствием туго. А босс с ранеными сковывает нашу маневренность. Немцы могут завтра начать операцию по прочесыванию лесов. Но мы попробуем его обмануть. Мы сделаем бросок на восток. А сами уйдем в чещобы черного леса. На топе немец побоится вступить. Как видите, положение сложное. Но не безнадежное. И я рад, что здесь вами был высказан целый ряд полезных соображений. Сегодня наш отряд – это часть регулярных войск Красной Армии. Отряд будет беспощадно бороться с фашистами. И пока он существует, мы до конца выполним свой долг перед Родиной. Сейчас, товарищи командиры, необходимо разъяснить задачу бойцам. Обстановку прошу не скрывать. Их, сынок, как же они тебе так размалевали ирды? Как? Сам не знаю. Воевал-то всего ничего. Воевать-то надо уметь. Его бить, а самому целиком живым оставаться. Легко сказать. А танков, педалуник, сколько? Танки, говоришь. Так ведь под броней-то человек, живая душа. Ставьте ей страх ведом. Не бояться. Бить его надо. Силище дед у них. Ну и что? Знаешь, как моему давали перцу германцы во время Первой мировой? Дарили так, аж у меня пятки засверкали. Да и от нас уж не раз фашисты текали, как кобыла от фитиля, задымленном в деликатном месте. Покуда фитиль-то у вас этот больно, короток. Пшик и нету. Надо, чтобы тонут рожок. На Берлину. Развоевался, дед. А это что за штуковина такая? Шмайсер, дед. Автомат. Когда я воевал, таких не видывал. Научи, как с ней обходиться. Научи. Автомат, штука мудреная. Тебе б где-то на печи сидеть, да манную кашку есть. Да ведь можно и манную кашу есть. И на печи сидеть. Я ведь не спротив. Хорошо бы. Кобы вот не текали от фрицов такие, как ты. Учи, не отлынивай. У меня ведь наука-то в прок падет, не как тебе. Ну, язычок у деда. Побрил, бритвы не нужно. Борода долго не отрастет. Ладно, сдаюсь, дед. Тобачком угостишь? Угощу. Перейти через линию фронта мы можем только при одном условии. Если будет встречный удар. Это возможно, если нас будут ждать. Нужна связь. Кого пошлю? Есть у меня двое на примете. Кто это? Рядовые Бондаренко и Иванов. Бондаренко хорошо проявил себя в бою. Танк подбил. Смелый парень. Свободно ориентируется на местности. Особенно в лесу. Иванов постарше, поспокойнее. Я его с самого начала войны знаю. Опытный разведчик. Надежный пар. Не тот ли это Иванов, про который вы рассказывали, а, Иван Петрович? Сомневаешься, комиссар? Дело уж очень ответственное. Иванова я знаю. Один раз поверил ему, не ошибся. Пришли их ко мне. Побеседуем перед дорогой. И готовь еще одну пару. Для страховки. Давай помогу, Зиночка. Гляди, вечер-то какой, а? Может, погуляем сегодня? Когда ж мне гулять-то? Война войной. А жизнь-то идет, Зиночка. Может, погуляем? Нет, лейтенант. Времени нет. Сегодня нет и завтра не будет. Хорошая ты девчина, Зина. Только жаль мне тебя. А что меня-то жалеть? Вот раненым не знаю, как помочь. Я же не доктор. Раненым, раненым. Ты о себе подумай. Лучше их здесь оставить. С собой полисы таскать напрасно погубим. Вот нажмут на нас да со всех сторон. Полоски телеги бросят перейдется. Ведь на руках не дотащишь. Тише. А если немцы придут? Сколько похоронили сегодня? Что я могла сделать? Вот сегодня четверых выписала в строй. Сами уговорили. А ведь слабые еще совсем. Зинь. Ты что? С ума сошла? Это же немцы. А если нет? Слушай. Здесь военный командатур. Кто есть у аппарата? Сторож. Русский солдат, есть? Русский солдат, есть? Халло. Там, ну, младшиста, митилайдов. Халло. Здесь военный командатур. Русский солдат, есть? Русский... Надо было сказать, что никого нет. Уходить надо. Беги к Мэнскому, предупреди. Что к Мэнскому? С копом все равно не уйдешь. Какие мы вояки. Зина. Пойдем вместе, а? В какую-нибудь челочку проскользнем. Что вы говорите? Ну, что вы говорите? Бегите скорее к майору. Погибнешь, Зина. А вместе проберемся. Я проведу. Если перехватит, я найду все сказать. Гимнастерки сбросим. Скажем муж и жена. Ну, решайся, а то поздно будет. Ох же ты и мерзавец, лейтенант! Ай-яй-яй. Нехорошо, лейтенант. Что же ты нашу сестричку-то обижаешь? Да что вы, братцы. Что вы? Мы шуткуем. Я тебе пошуткую. Не подходи! Не смей, подъезд! Ну, и пропадайте пропадом! Вместе с ними, дура! Стой! Кто идет? Петренко! Что случилось? Петренко! Предлагал вместе уйти, избежал. Германцы привезти могут. Слубить его надо. Далее! Здравствуйте! Далее! Играет музыка. Играет музыка. Ушел, гад. Думал же я про этого Петренка. Ну, думал, подлец. Ну, чтоб предатель. Мичман, выстави двойные посты. А лучше. Есть. И какая только мать его родила. Теперь уходить надо. Без меня вам топью до черных лесов не пройти. Возьмите меня с собой. Привожусь. В черный лес нам теперь нельзя идти, Матвей Егорыч. Иван Петрович, верст 25 отсюда. В лесу стойбище было. Геологи до войны искали чего-то. Там три домика развалюшки остались. Ох, а мань. Где это, Матвей Егорыч? Да я проживу. До нас недалечие. Подлайцы завсегда можно. Похорчевать или еще чего. Обозом пройдем? Проведу. Люди ваши с нами пойдут? Ну, зачем они? Поискам только обоза. Да ведь, небось, с детишками да и с бабами воевать не станут. А здесь я Алешку ставлю. От самолетов люди сховаются, а он, случай чего, запчитан. Он тут все стежки-дорожки знает. А вашу мальчонку вы у нас оставьте. Чего ему по лесам да болотам бродить? Ну что ж, через два часа выступаем. Мишок, пора. До свидания. Мы скоро вернемся. Опа, пошли, герой. Спасибо вам, дорогие женщины. Спасибо вам. Да что же вы так сразу? Не плачь, мать, не плачь. О, Господи. Мы вернемся. Ой, сыночки, даже дорогие. Ой, Господи. Что делать? Что делать? Я вот собрала. Непростой, Матвей Егорович. Я вот у портянки носки теплые положила. Ага. Лешка, ты здесь за мужика остаешься. В случае отчего ты знаешь, где я буду. Хорошо. Береги себя, Матвей Егорович. Ладно, Анастасиюшка. Ну, бабоньки, бывайте. Счастливо, Матвей Егорович. Счастливо, Матвей Егорович. Я рядовой, господин офицер. Когда я впервые выходил из окружения, под Минском, я выдал себя за лейтенанта. Я думал, так легче будет в плену. А потом какой-то полковник увидел мои кубари и поставил меня командиром роты. Каким заданием шли в город? У меня нет никакого задания. У меня нет никакого задания. свои счеты с советской властью. Отца раскулачили, семью разорили. Вы уже говорили. Вы говорили так же, что отряд майора Млынского находится в лесном поселке. Встать! Разведка установила, что там ни одной воинской части нет. Нет их и в Черных лесах. Когда я уходил, они были там. Ушли, наверное, к линии фронта. Уверены, что они ушли к линии фронта? Зачем же им было идти в другую сторону? Ведь они пробивались к своим на восток. Вы нас обманываете, Петренко! Я сам сдался. Добровольно. Я буду вас проверять на работе. Спасибо. Спасибо. При болейшем подозрении на виселицу. Извольте не сомневаться, господин офицер. Пока можете идти. Слушаюсь. господин офицер. Ну, что там еще? Я вспомнил один разговор. Майор Млынской. Родом из Смоленщина. Он жил там со своей семьей до войны. Не могу вспомнить, где. Там теперь ваши войска. Вы, наверное, могли бы отыскать его семью, если они, конечно, не успели удрать куда-нибудь. А ты вспомни, Дье. Я вспомню. И обязательно вспомню. Апфен. А с этой стороны все подходы заминируешь. Здесь, товарищ майор. Уплотнить, чтобы не осыпалось. Понятно, товарищ командир. Выше бруствер. Во двее. Здесь. Как обзор? Нормально, товарищ. Фире площадку. Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Поехали! 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 Твоем не пройдем! Ползи! Я отвлеку! Иди ты! Иди! Иди! Выполняй приказ! Давай, Петро! Тебе нельзя пропадать! Пришли! Поехали! Поехали! АПЛОДИСМЕНТЫ Москва, товарищи, на осадном положении. Партия призвала москвичей готовиться к обороне. Обстановка очень серьезная. По сведениям фронтовой разведки, в полосе вашей армии фон Хорн готовит танковый кулак. В этой обстановке штаб фронта считает необходимым активизировать на коммуникациях в тылу противника разведку и диверсионную деятельность. Важно точно знать, когда и на каком участке планирует свое наступление фон Хорн. Необходимо сорвать или задержать переброску его войск до начала нашего наступления. Для этого использовать остатки окруженных воинских частей, находящихся в тылу армии фон Хорн. Нужно срочно установить с ними связь и поставить задачу не прорываться через линию фронта, а там, на месте, громить тылы и коммуникации немцев. Если это сделать достаточно широко, то они вынуждены будут для охраны своих тылов использовать войсковые резервы или даже снимать части с фронта. Что скажет начальник разведки? В тыл армии фон Хорна заброшено несколько разведывательных групп. В лесу, восточнее города, где стоит штаб фон Хорна, находится отряд майора Млынского. А кто такой майор Млынский? Начальник особого отдела 41-й стрелковой дивизии. Еще с августа из-под Смоленска они выходят с боями из окружения. Сколько человек у него в отряде? Через линию фронта пробрался его боец-связник. Месяц тому назад было около 600 человек. Но, вероятно, к нему присоединяются люди из других частей. Так что отряд мог увеличиться. По нашим данным, отряд продолжает активные действия. Связь с ним установлена? Мы просили подпольный горком партии установить связь с ним. Готовим радиста для заброса. Надо обратить особое внимание на отряд майора Млынского. Это очень важно. В штабе фон Хорна у нас есть источник информации. В настоящее время связь с ним поддерживается через разведгруппу капитана Афанасьева. Поторопитесь, товарищ полковник, установить связь с отрядом майора Млынского. Есть, товарищ член военного совета фронта. Млега Млад. Редактор efficiently. Партизан? По плотницкой части. Плотник я. Весь раз? Инструмент верно, плотницкий. Ну, Курт, все в порядке. Раз, пробием. Что там у тебя? Первый самогон. Шнапс. А, шнапс, это хорошо. И спек. Дай Бог, чтобы не последнюю. У-ут, танка. Е-кот. Отпустите с Богом, господин начальник. Мне в город надо. Подработать маленько. Отпустите его, господин Феттфебель. Чего с ним возиться? Сам скоро Бог душу отдаст. Ого. Иди, старик. Ну, смотри. Ежели что не так, спуску не будет. А я? Можете не сомневаться. Стой, стой, стой. Топор отдай. С топором нельзя. Какой же я плотник без топора? Сказано, с топором нельзя. Иди себе с Богом. Иди себе с profile. Душу по последнюю часть. Иди себе с Sentire. Или не отдад. АПлее. АПЛОГО веку. АПЛОГО веку. У нас, аПлОГО веку. АПЛОГО веку. АПЛОГО веку. Никак, Матвей Яглович. Откуда ж тебя к нам прибило? Да вот пришел, поедаться решил. С родственник как-никак. Ну заходи, гость нежданный. Раздевайся, Матвей Яглович. Неждаки твои где? Хебетишки? Один я. Эвакуировались мои. Ну как, тетка Анастасия? Жива-здорова. Представилась Анастасиюшка моя. Земля и пух. Отчего? Отходи, клятвие загубили. Где же? Там, в поселке лесном. Лешка, ну чок остался. О, дело. А ты-то теперь один остался? В отъезде я был. Вернулся, никого не застал. А тут и... Немец пришел. Пришлось якорь бросить. Якорь, значит, бросил. Ты что, не веришь? Ты, Захар, врешь, более складно. Если у тебя доверия ко мне нет, так скажи. А ты меня на абордаж не бери. Побовь поры. Зачем притопал? Анастасию мою помянуть. Ну, раз помянуть. Ну, что ж, помянем тетку Анастасию. Давай сначала за то, чтобы земли российские от фашистского супостата очистить. А уж потом и Анастасишку помянем. Тост хороший. Только громко не надо. Вот что, Захар. Ты про партизан слыхал чего? Ты, дедушка Матвей, куда крен даешь? Шустрый какой. Но был слух. Поезда под откос летят. Инче, поезда, Захарушка, мы сами под откос пустили. А кто это мы? Староват ты вроде для таких делов. Староват, не староват. А в фашистское болото Ягаре не бросал. Так кто же это мы, дед Матвей? Давай Анастасишку мою помянем. Что-то похоже на то, дед Матвей. Что сидим-то мы с тобой в одной лодке. А вот гребем вроде в разные стороны. А ты, Захарушка, сядь как следует быть. Вот и грести сподручнее будет. Захарушка, сядь как следует быть. Захарушка, сядь как следует быть. В прошлом годе весной в лесхоз приезжали. Узнал, дед, узнал. Ну, здравствуй, с чем пришел? Прибыл я до вас от майора Лынского. В лесах их отряд связи с вами ищут, чтобы сообща перманцвить. Садись, дед. Спасибо, Матвей Егорыч. Мы ж вас давно ищем. Ты даже не представляешь, какую ты нам радость принес. Какое дело сделал, а? Покажи, где это? Вот здесь. В районе подсвяти. Километров сто от нас. Три перехода, не меньше. Это твои предположения, что армейский? Да какие там предположения? Два дня на брюхе лозил. Армейский склад с горючим. Подходы есть? Подходы только со стороны леса. Но вот здесь вышки с пулеметами. Сколько? Пять. Но если потихоньку, то можно подойти к самым пролочным заграждениям. А что со стороны дороги у озера? Отсюда. Со стороны дороги. Дзоты. Эта сторона сильно укреплена. Охрана большая? Не меньше роты. И бронетранспортеры. Наблюдателя оставил? Так точно. Так что? Устроим фейерверк? Устроим фейерверк. Устроим фейерверк. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...